Качаем кровь, выжимаем капли, но не больше чем 450 миллилитров. Всемирная доза помощи. Ирина сдает кровь в шестой раз. Ее семье донор она одна. Была авария, как-то требовалось именно для конкретного человека сдать кровь и приходила сдавала. Надеюсь она помогла, дальше не знаю, но приходила по крайней мере именно конкретно для определенного человека сдать. Мне кажется, это просто обычное дело, почему-то мне хочется просто сделать действительно хорошее дело. У Ирины группа крови первая положительная. Она весьма востребована, как и вторая группа, но первая с отрицательным резус-фактором требуется еще чаще. Ну самая востребована у нас первая отрицательная, потому что она у нас универсальная группа. Есть такие люди? Есть, конечно, и мы их стараемся обслуживать вне очереди всегда. Здесь эритроциты и тромбоконцентраты. Тромбоконцентраты, которые подготовлены в лечебную сеть. Эритроциты, например, бывают, нуждаются и женщине в родах, когда у нее развивается кровотечение, и при онкологических заболеваниях потребности разные. Свежезамороженная плазма используют для того, чтобы возместить потребности в факторах свертывания. Тромбоциты точно так же чаще всего используются для прикровотечения. Я так понимаю, что немного людей отзываются. Неизвестно, когда у нас срочно понадобится. И дай бог, чтобы она вообще не понадобилась, но пускай лучше будет. Несмотря на пандемию, в 2020-м своей кровью поделились 26 тысяч человек. Из них 6 тысяч – первичные доноры. И новых рецепиентов, говорят, в центре должно становиться больше. Но только после второго визита кровь могут использовать. Мы заготавливаем у человека цельную донорскую кровь. Разделили на компоненты и плазму положили на 4 месяца в морозильную камеру для того, чтобы она пролежала 4 месяца период карантина. Через 4 месяца донор приходит повторно, сдает анализы. И вот если у него все хорошие анализы, первая порция начинает выдаваться. За прошлый год в Крае собрали 34 тонны донорской крови. Этого вполне достаточно, чтобы в регионе не сложился дефицит стратегического ресурса. Его запасы никогда не должны истощаться. Благо, что многие люди это осознают, регулярно совершая, пусть и тихий, но подвиг. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.